Евгений Клопотенко показал, как готовить уникальный украинский круассан. Известный кулинар и победитель шоу, мастер-шеф Евгений Клопотенко рассказал, как легко приготовить вкуснейшие украинские круассаны-кифлики. Часто для этой традиционной украинской выпечки в форме рогаликов используют в качестве начинки какое-то варенье или порубленные орехи. Но повар предлагает для этих целей взять сливы, орехи и мак. На своем YouTube-канале Евгений отметил, что кифлики с такой начинкой действительно просто объедение. Такими золотистыми и пухленькими кифликами хочется лакомиться как можно чаще, говорит кулинар. Клопотенко дал рецепт вкусных кифликиф на 6-8 порций. Время подготовки займет 1 час 10 минут, а на приготовление потребуется полчаса. Ингредиенты для теста. 320 граммов пшеничной муки, 260 граммов кукурузной муки, 200 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 350 граммов сметаны, 10 граммов сухих дрожжей, 3 СТ, Л, сахара. Щепотка соли. По желанию 1 желток для смазывания. По желанию сахарная пудра. Для начинки 400 граммов слив, 200 граммов сахара, 50 миллилитров воды, 3 СТ, Л, мака, плюс для посыпки 3 СТ, Л, крошек грецкого ореха. Пошаговый рецепт. Подготовьте ингредиенты для теста и для начинки кифликиф. Помойте 400 граммов слив и удалите косточки. Можно использовать и предварительно размороженные сливы. Разрежьте их пополам и перебейте в фуд-процессоре с 200 граммов сахара и 50 миллилитров воды. Положите в чашу кухонного комбайна 200 граммов сливочного масла комнатной температуры. Добавьте к маслу 320 граммов пшеничной муки и 260 граммов кукурузной. Добавьте 1 яйцо, 3 СТ, Л, сахара и щепотку соли. Перетрите с помощью насадки крюк. Размешайте в миске 10 граммов сухих дрожжей с 350 граммов сметаны и добавьте смесь в тесто. Замесите упругое тесто. Если нужно, добавьте еще немного муки или сметаны. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте на 1 час в холодильнике. С помощью скалки разбейте в крошку грецкие орехи. Нам понадобится примерно 3 СТ, Л, а если хотите быстрее, орехи можно перебить в специальной чаши кухонного комбайна. Добавьте крошку орехов в миску со сливовым пюре. Всыпьте в сливы и орехи 3 СТ, Л, мака, так вкус начинки станет более насыщенным. Хорошо перемешайте начинку к равномерному распределению ингредиентов. Достаньте тесто из холодильника и разделите на второго части, каждую из которых раскатайте в пласт диаметром примерно 20 сантиметров. Разделите тесто на треугольники, их должно получиться от 6 до 8 штук. На каждый треугольник выложите начинку из слив, мака и орехов. Заверните каждый треугольник в форму рогалика. Выложите сформированные рогалики на противень, застеленный пергаментом. Расстояние между рогаликами должно быть не менее 2 сантиметров, так как они немного увеличатся в размере. Смажьте каждый рогалик желтком. Посыпьте маком. Выпекайте кифлики при температуре 200 градусов 15-20 минут. Готовые рогалики посыпьте по желанию сахарной пудрой. Видео. Клопотенко дал рецепт кифликов с начинкой из слив, орехов и мака. Ранее мы писали о том, что Клопотенко дал рецепт традиционных помпушек, которые просто сведут вас с ума.